Сегодня председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин в рамках визита в Магадан встретился с мэром города Юрием Гришаном. Андрей Черкашин рассказал, что в ближайшее время будут появляться новые услуги в Сбербанке. Многие сотрудники будут повышать свою квалификацию и не будет больших сокращений. Кроме этого, всем известно, что Сбербанк является ключевым кредитором муниципалитета и надежным партнером на протяжении многих лет. Они сотрудничают с муниципалитетом и поддерживают реализацию различных проектов. Сегодня с Юрием Федоровичем мы обсудили еще новый интересный проект. Он рассказал о том, как будет развиваться горнолыжка, как будут строиться новые дороги, другие объекты. Поэтому вместе обсуждали, как мы можем помочь в развитии Магадана. Более того, Юрий Федорович поднял вопрос об установке монетоприемника, потому что это было бы очень выгодно и с экономической точки зрения, и просто для упрощения жизни колымчан. Например, чтобы не носить с собой в магазине целые карманы мелочи и не задерживать очередь на кассе, можно было бы разменять их в ближайшем монетоприемнике. Он предложил установить его для начала в торговом центре «Маримол». В свою очередь, представители Сбербанка сказали, что изучат статистику и попробуют воплотить это пожелание в реальность. Также городоначальник вручил небольшой подарок в виде народного альбома со снимками от жителей города. «Я вижу мир из окон Магадана» – так назвали фотоальбом, выпущенный в честь юбилея областного центра в 2019 году. В рамках состоявшейся вчера встречи губернатора Магаданской области с главными редакторами магаданских средств массовой информации, глава территории рассказал, кого и где будет обучать регион, чтобы обеспечить кадрами новые больницы и спортивные объекты. «Мы готовы это делать, причем в неограниченном количестве, вот просто. И готовы заключать с нашими выпускниками такие контакты. Более того, ну вы знаете, я считаю, дорогого стоит соглашение с первым медом. Там конкурс запредельный. Считается, выходят специалисты, которые распределяют столько по Москве. Вот здесь я разговаривал с ректором, я беседовал, он говорит, давайте. Во-первых, нужно не просто туда стипендию платить, нет, человеку будет тяжело учиться. Значит, давайте вот, мы готовы готовить ваших детей для поступления к нам, чтобы они могли спокойно учиться. Он говорит, приходят ступальники, не выдерживают. У нас есть соглашение с Московским автодорожным институтом. Я договорился, и сейчас готовится соглашение с ректором высшей школы экономики. Значит, это считается одним из лучших институтов экономических в Российской Федерации. Подобные соглашения. Значит, надо посмотреть еще специальности, но оно так, чтобы покрупно было. По мнению Сергея Носова, заключение партнерских соглашений с ведущими вузами страны позволит Колыме получить высококвалифицированных специалистов. Регион же готов вкладываться в своих выпускников по полной. Муниципалитет полностью завершил контрактацию по дворовым территориям в рамках программы «Столица». Остался последний контракт по благоустройству улицы Якутская. Это самый сложный и дорогой проект, общей стоимостью более 50 миллионов рублей. Поэтому городоначальник решил сегодня проверить, как идут работы на этой улице. Здесь будет детская площадка, много парковок, потому что автомобилей здесь много. Замена асфальтобетонного покрытия, замена контейнерных площадок. Но у меня волнение в том, что материалы, которые используются на строительстве, они все находятся за пределами города Магадана. Ничего практически, кроме асфальта, на территории города не производится. И сейчас нам нужно отработать вместе с подрядчиком дорожную карту по поставке сюда материалов, малых архитектурных форм, детских игровых комплексов. Ну и решить много вопросов, которые возникают, в том числе и по вот этой террасной надстройке, которая формирует детскую площадку. До окончания срока сдачи всех работ в этом районе осталось около двух месяцев. И дальше можно будет проводить только монтажные работы по оборудованию, освещению. Новое асфальтированное покрытие, которое в скором времени появится здесь, на проезжей части, будет общей площадью более 4000 квадратных метров. А на игровой детской площадке будет уложено травмобезопасное покрытие. Первой половине июля на аппаратном совещании в мэрии Магадана руководитель Комитета экономического развития Евгения Тихомирова доложила основные показатели самочувствия городской экономики за период с начала текущего года. Согласно статистическим данным и сведениям, которые представили нам отдельные хозяйствующие субъекты, мы делаем вывод о том, что социально-экономическая ситуация в городе с начала года остается стабильной. При этом наблюдаются умеренные темпы отдельных макроэкономических показателей. Основной показатель – это пород крупных и средних организаций в городе. Он увеличился на 12% и составил за 5 месяцев 47 миллиардов рублей. Хорошая и устойчивая ситуация у предприятий энергетики, у рыбодобывающих предприятий и в аграрном секторе. Наращивает выпуск продукции пищевая и перерабатывающая промышленность. В отрасли строительства в три раза увеличились объемы выполненных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на рынке труда в службе занятости зарегистрировано 646 безработных. Это ниже, чем в прошлом году. И та ситуация, которую мы наблюдали, вот этот вот всплеск роста безработницы, он в этом году сходит на нет. Фонд оплаты труда крупных и средних организаций вырос на 20%, что автоматически увеличило и налоговые поступления в городской бюджет. Таким образом, общая динамика макроэкономических показателей экономики Магадана свидетельствует о постепенном восстановлении после пандемийного кризиса прошлого года. В начале июля мэр Магадана Юрий Гришан подписал распоряжение о назначении руководителем аппарата мэрии заместителем мэра Светланы Калмогоровой. Ранее с 2016 года она возглавляла департамент образования мэрии областного центра. Что интересно, новый ответственный участок работы Светлана Леонидовна будет совмещать с кураторством системы образования Магадана. Наверное, когда мы переходим на другое место работы, самое главное, ну это поступление предложения. Поступило предложение, я его приняла. Образование действительно остается за мной, и я вообще-то всю жизнь посвятила образованию. Я работала в 24-й школе, начинала с учителя, далее департамент образования. Поэтому вся моя трудовая деятельность, она посвящена и связана с образованием города. И вот к этому большому пласту работы, которую в принципе я знаю, поступило еще интересно новое направление. Это все-таки аппарат мэрии, его функционирование, обеспечение функционирования. За достойный вклад в развитие системы образования Светлана Леонидовна отмечена государственными и ведомственными наградами. Отличник просвещения Российской Федерации, почетный работник образования города Магадана, имеет звание отличник муниципальной службы, многочисленные поощрения от имени мэрии города Магадана и правительства Магаданской области. Несмотря на дожди, которые недавно прошли, в регионе продолжают гореть леса на площади 76 тысяч гектар. Всего зафиксировано 11 активных пожаров на территории Тимкинского, Ягоднинского и Средниканского городских округов. На данный момент ликвидировали несколько пожаров. В Ягоднинском городском округе, в районе реки Джилгала, в Средниканском городском округе, недалеко от Верхней Буюнды, удалось остановить распространение огня. Однако местность в районе пожара торфянистая, поэтому сотрудники пожарной службы остаются осматривать пройденной пожаром площадь, чтобы в случае необходимости моментально предотвратить возобновление распространения огня. Также в Тимкинском городском округе удалось локализовать лесной пожар в районе поселка Амчак. И сейчас ведется активная работа по тушению пожара возле поселка Транспортный. Кроме этого, сегодня утром сотрудники авиалесоохраны потушили пожар возле Колымского водохранилища. Но, тем не менее, на трудодоступной территории продолжают действовать шесть лесных пожаров. Отдельные категории колымчан, имеющие права на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, могут выбрать форму получения набора социальных услуг в денежной или натуральной форме. Стоимость денежного эквивалента составляет чуть более 1200 рублей. Натуральная форма включает в себя предоставление лекарственных препаратов, продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, путевки в санаторий и бесплатный проезд на транспорте к месту лечения и обратно. Сумма ежемесячной денежной выплаты зависит от самого человека. Если льготник полностью отказывается от услуг, то ежемесячное пособие выплачивается полностью. Но если он частично или полностью получает социальные услуги в натуральном виде, их денежный эквивалент удерживают и суммы ежемесячной денежной выплаты. По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Но если льготник решит изменить вид получения, то ему потребуется до 1 октября 2021 года подать заявление в Пенсионный фонд России по Магаданской области. Также заявление можно предоставить через личный кабинет на официальном сайте ПФР или через портал Госуслуг.